Друзья, конечно же сок можно купить в магазине, но это дорого. 150 рублей за литр, согласны? Ненатурально и не всегда вкусно. Но лучше сок сделать в домашних условиях. Привлекайте к этому процессу детей. Это увлекательно и интересно. Для производства 5 литров домашнего апельсинового сока нам понадобится 4 апельсина. Как выбрать сочный и сладкий апельсин я вам уже рассказывал. Но на всякий случай оставлю ссылку в описании к этому материалу. 20 граммов лимонной кислоты и 400 грамм сахара. Когда вы сделаете сок 3-4 раза, у вас уже созреет собственный рецепт. Кто-то любит послаще, добавляет больше сахара. Кто-то, ну скажем так, покислее, добавляет сахара поменьше. Кто-то берет для производства 5 литров сока 5 апельсинов. Кто-то 4 апельсинки, кто-то 3. Для начала приготовим сахарный сироп. Растворим в кипятке 400 граммов сахара. Получившийся сахарный сироп отправляем остужаться. Пока сахарный сироп остужается, срезаем с апельсина в проблемной зоне. Все, что вам не нравится. Чтобы апельсин был красивый. Затем на терке снимайте верхний слой кожуры. Именно он дает горечь. Друзья, апельсины готовы. Жмых не выбрасывайте. Он нам пригодится для джема. Сахарный сироп остыл. Добавляем лимонную кислоту. Размешиваем. Нарезаем апельсины на средние дольки. Получившуюся нарезку помещаем в блендер. Хорошенечко перемешиваем. Если плохо размешивается, можем добавить воды или сахарного сиропа. Получившуюся массу смешиваем с сахарным сиропом. И хорошенечко размешиваем. Получившуюся массу отправляем в холодильник на сутки. Можно и на меньшее время. Оптимально от 2 часов. После выдержки в холодильнике сок необходимо профильтровать через марлю. Процеженный сок выливаем в 5-литровую канистру. И добавляем чистую воду до полной канистры. И немного перемешать. Апельсиновый сок готов. Друзья, в общем-то мы получили с вами 5 литров высококлассного, вкусного, натурального апельсинового сока. Когда вы сделаете этот сок впервые, в дальнейшем сможете сами регулировать количество используемых продуктов. Кто-то добавляет больше апельсинов. Кто-то делает сок послаще, кладет больше сахара. Пейте натуральное и будьте здоровы, друзья! Друзья, так как у нас производство полностью безотходное, жмых мы смешаем с цедрой, сахаром, водой и корицей. Доведем до кипения в сотейнике и покипятим примерно 5 минут. Получится вкуснейший джем. Цедру в джем можно и не добавлять. Это чисто дело вкуса. Сварите один раз с цедрой, один раз без нее и поймете, как вам больше нравится. Такой джем изумительно сочетается с сырниками и блинчиками. Завтрак готов! Спасибо за внимание! Подписывайтесь на канал! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok